Доброе утро, дорогие друзья! Знаете, с чего я хотел бы начать сегодня? Сегодня я хотел бы попросить держать свечечку. Сегодня Йорцет одного великого человека, который не все знают, но очень многие слышали его книгу. Это книга Шамуштигудин. Книга, которую мы вообще делим, это вообще книга книг, но все величие каждого псалма и все мы знаем из книги Шамуштигудин. Был такой хайб, Хайгаон бен Шарира. Это средневековый еврейский раввин 11 века. Он был главой Пумбидита, такой, Пумбидита, знаменитая академия. Его величайший труд Шамуштигудин это манускрипт 11 века. Именно от него мы знаем теперь в каких случаях профилактические, лечебные и вообще духовные все о стихах Тигили. Величайшие раввины опирались на этот трактат. Шамуштигудин упоминался уже ураж по 413 году. И что сказать, учит великий Хайбен Гайон бен Шарира, что прочтение одного прочтения всей книги Тигилим Шаббат равно 1 миллиону 750 тысячам часа в прочтении Торы Тигилим Буднидни. Вот такой вот вещь. Он ушел в иной мир в возрасте с 99 лет, именно вот сегодня 20-го Ниссана. Кстати, похоронен он в Ираке, да. Поэтому, если можно, пусть сослуги Цадика нас защитят и в Великой книге, а мы зажгем свечечку, кто успеет. Итак, сейчас очень многие люди переживают, там стреляют, там убивают. Это было во все времена в мире, но сейчас какое-то такое напряженное отношение в отношении Израиля очень. Вы знаете, в истории это уже было, я расскажу короткую майсу. Это было в 7 веке до Нуаша эры. Ассирийское царство великое, огромное, оно возвысилось, укрепилось. Оно было самое сильное в мире. Ну так, круче, чем сейчас Америка, да. И захватывая любую страну, они что делали? Уводили жителей в другое место, чтобы никто впоследствии не мог предъявить права на эти земли. И в Израиле существовало два царства в это время. Израильское объединившее, 10 колен, и иудейское, в которое вошли два колена Иуда и Бениамина. Сначала Ассирийский царь захватил часть Израильского царства, отправил в изгнание колено Рювена, Гада и половину колена Минаша. Потом они захватили оставшиеся царя Гаше с четырьмя другими коленами и потом уже завоевали колено Ефраем и Минаш. И вот так вот они уничтожили Израильское царство и знали 10 колен, которые до сегодняшнего дня мы найти не можем. Две трети народа исчезло. Можем себе представить, какое мрачное предчувствие охватило евреев иудейского царства. Ясно, что они живут в преддверии исторической трагедии. И Санхериф пришел завоевывать Иерусалим. Это было 185 тысяч, написано. Он собрал самых отборных воинов только, чтобы подошел он. Ну я укорачиваю наш рассказ. Подошел к городу Нов и устроил себе смотровую площадку за наблюдением за Иерусалимом. Поднялся на высокую башню и сказал, это и есть Иерусалим. Ему сказали, да. За него я собирал войска. Завтра утром его не будет. Он был разочарован, сказал, маленький городочек, чего беспокоить такую великую армию. Между тем в осажденном Иерусалиме Хисхиягу царь готовился к войне. Ну он засыпал водные источники вне города, укрепил городские стены и так далее. У него были очень маленькие военные силы по сравнению с Санхерифом. За него стояли жители и так далее. Они были едины в этот раз. Это первый раз, когда они были, может быть, по-серьезному едины. И он сказал, будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского. И что прошло? Он сказал самую важную вещь, царь, обратившись к народу. Он сказал, с ним мышца из плоти. А с нами Господь Бог наш, чтобы помочь нам сражаться. Санхериф не верил в духовные силы, смеялся и говорил, сегодня увидите все. И замахнулся своей рукой, написанной на Иерусалиме. Эта ночь принесла поражение Санхерифу. Написано, в эту ночь вышел ангел Господа и поразил встание Ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все мертвые дела. Иудейское царство выжило и просуществовало еще 125 лет. Санхериф, знаете историю Санхерифа, так будет с каждым врагом. И каждый раз, когда нас охватывает тревога, вспоминайте Санхерифа. Ничего не надо было делать. 185 тысяч за одну ночь поразил ангел Бога. Когда мы едины, Бог с нами. Брахава Аслаха.